Президент ступсовета Гурничная 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 Сначала самой поесть. Добро пожаловать. Рада тебя видеть, Саджки. Нагиса, как ты жила здорово? Аж чёрная. Загорела ты, загорела. Ты-то тоже работаешь, ну даёшь. А ты сестра вроде управляющей в кафе. Вы, девчат, наверное, устали. Передохните, а потом уже пойдём на море. Окей. Сейчас покажу, где можете распаковаться. Заранее спасибо. Как тут хорошо. Они вроде впервые этим летом открылись. На балконе шезлонги есть. Свежий ветерок. Вы совсем дура? Работают горничными. И при этом нарочно лезут под самый ультрафиолет. А в горе часом не боитесь? Ауэй-чан? Ауэй-хё-то, 14 лет. Племянник начальницы в интернетах. Широко известен под ником Ауэй. Пол мужской хобби переодеваться девушкой. Ну что, опять из дома убежал? Будешь парням на пляже приставать? Так, Ауэй. Опять ты за свои наряды. Ну-ка, отдай. Ты на море. И думать забудь про какую-то дилу одёжек. Брат прислал его погостить, чтобы он хоть немножко по-мужски себя вести стал. Ясно. Эй, а ты чего тут? Президент. Что он хуй тут забыл? Говорил же, начальница пригласила, вроде, чтобы я их охранял. Жару я не люблю, вот и приехал с утра пораньше. Так ты сам-то хотел ехать или нет? Ну, только если ради тебя, Мисо Тян. А то, утони ты вдруг. Кто, кроме меня, сможет сделать тебе искусственное дыхание? Так, море же. Пойду плавать. Ладно, Суикун, мы пошли переодеваться. Мисо Тян, похоже, нравится. Мне вообще-то мама сказала хоть пару дней побыть, как все старшеклассники. Вот я и стараюсь отдохнуть, как следует. Еще бы Мисо Тян не старалась. Это Мисо Тян, а купальник-то? Так, а может, наперегонки? Эй, народ, вода зашибись! Шпульный. Ну да, купальники-то дорогие. Нет, ну а шапочка-то ей зачем? Видать, я лишь бы поплавать. Вот сегодня какие. Эй, это же Мисо Тян. Вот она и старается отдохнуть. Только вот не всем это нравится. Чего, интересно, он ожидал? А чего обычно ожидает увидеть на пляже? Ну вы гляньте. Ты один? Может, с нами поиграешь? А то никто в волейбол играть не хочет. И хочешь? Никто, кроме Мисо Тян, ему не интересен. Когда интереснее, в последний раз была на пляже. Неужели в начальной школе? А может, потом сходить пособирать ракушки? А, потом решу. Честно говоря, дела у нас пока не очень. На самом краю пляжа. Место банально неудачное. До нас большинство просто не доходит. Пляж не резиновый, больше просто было негде. Зато сам домик новенький и чистый. И что тут можно сделать? Просто так народ к вам не потянется. Так что давайте, закрывайтесь, и я поеду домой. Ауэ-чан! Совсем на девочку не похож. Хватит выступать. Нечего ругать мой коттедж. Отдай! Верну, когда все приберешь. Отдай! Но ведь мы не будем сидеть сложа руки. Пожалуй. Надо как-то скомпенсировать столь неудачное его расположение. Нужно что-то необычное. Что-нибудь, чего нет у конкурентов. Вы чего? Где и когда бы мы ни были? Умеем хорошо мы только одно. Верно? Че? Аба? Неужто вы... Неужто правда? Ну тогда за дело, пожалуй. Готово! С возвращением, хозяин! Может, для пущей рекламы прогуляемся по пляжу? А то рядом с нами народа маловато. Чего бы они где-нибудь поближе не загорали. Но заманивать их надо ненавязчиво. А сейчас выходовой сам, а? Стоять! Душевые кабинки уже почистил? Нагиса-сан! И ты ничего не скажешь? Они же пошли... Да ладно? Весело же. Один денёком представление устроим. А завтра снова в обычном режиме. Если дело выгорит, пожалуй, возьму себя на вооружение. А поскольку работают они на добровольных началах, ты не обязана в этом участвовать. Развлекайся, и если что, говори мне... Пусти! Короче... У нас особое меню. Неужели они серьёзно? Чёрт, давно им, видать, не пользовались? Разве можно работать на улице, когда солнце печёт вовсю? Тебе помочь? Хочешь, дочищу за тебя? С чего бы это? Ну, не привыклась сидеть без дела. Скорее, это всё моё неотразимое обаяние. Плюс твой купальник, фартуку не идёт. Так мне можно тебя подменить? У тебя ведь и внутри дома ещё не прибрано. Правда, не откажусь. Ну, давай, чисти. Я справлюсь. А ты давай внутрь, а то и правда обгоришь. Не указывай мне, Золушка Чёртова! Чёртова? Зидать, он и правда меня недолюбливает. Перевод «Карьер-8-8» озвучили Меллиарина и «Карьер-8-8». Ты про этот домик рассказывал? Ага, про него, который на самом пляже стоит. Добро пожаловать, хозяева. Ага. Прошу, располагайтесь. Пить что-нибудь будете? Кофе со льдом. А мне чай со льдом. Принято. Это и есть косплей-кафе. Я всё хотел сходить в такое, но не думал, что зайду Брэм с пляжа. Не зря пошли на море. Точно. Ваш заказ. Как хозяйка пожелает. Меня назвали хозяйкой. На удивление вижу вы работницы, правда же? И из нашего особого меню. Морской мини-тортик. Хозяйки, не желаете ли освежиться под душу? Прошу ваши прохладительные напитки. Можете не спешить с выбором. Позвольте хозяину проводить вас за столик. Мальчику принеси детскую порцию. Жарень. Усы! Чего без стука? Вот не дай бог, зашёл бы минуты раньше. Миса Тян, куда наряжаешься? Ну, это начальница. Я хочу с вами. Фартук дадите? Миса Тян, ты извини, мы всё-таки отдыхать ехали. Не страшно. А то сколько вы для нас делаете? Так это... Поскольку ситуация чрезвычайная, а купальник твой не подойдёт. Можешь взять вот этот. Отказаться я не могла. Им помощь нужна, вот и переодеваюсь. Миса Тян, ты в таком виде наружу собралась? Да. Зачем бы я переодевалась? Да и ты бы не валялся, а сходил бы помог. В общем, я пошла. Внизу и так очередь, надо заказы разносить. Скорее надо. Айю, Зава. Не трогай. Чего меня хватаешь? А что, Миса Тян? Теперь все посмотрят на след от поцелуя. Чё? Добро пожаловать. Благодарим за ожидание. Миса Тян? Дико извиняюсь, но можно я так поработаю? Ты тоже помогай, давай. Охраннику не положено. Всем спасибо за работу. Кампай! За работу! Ешьте, сколько влезет. Огромное спасибо. Это знак моей вам благодарности. Наконец-то дела пошли в гору. У твоей сестры будет самый лучший коттедж. Это наша общая заслуга. Держите. Абонементы на горячие источники. Горячие источники? Они тут рядом. Можно пешком дойти. Сейчас поедим? И может сходим? Еще и на горячие источники схожу. Называется удачно выбралась на отдых. Местные источники вообще очень известные. Что? Что такое? А ну-ка, сан. Здешние места известны за счет паранормальных явлений. Паранормальных? Да. Не слышала? Однажды двое влюбленных решили прыгнуть со скалы, что здесь неподалеку. Но мужчина оказался неверен своей избраннице. И вместо того, чтобы прыгнуть, просто столкнул ее. И так она и упокоилась одна-одинюшенька на дне моря. Сколько не искали, ее тело так и не нашли. Говорят, что порой прогуливающиеся парочки... Видят ее. Ее? Кого ее? Говорят, с невероятной быстротой вылезают из воды. И хватает тебя окровавленными руками. Вообще, такие дела тут регулярно по округе происходят. Вот бы и мне ее увидеть. Да это ж просто роскость недосухи. Может. Но не слишком ли много таких слухов по округе ходит? Может, они и не слухи вовсе. Хватит! Пошли уже на источник! Точно! Хорошо, что до него идти недалеко. Вместе попаримся. Получается, да. Подаримся. Спина. Увидят. Я. След от поцелуя. Знаете, я, наверное, не пойду. Почему? Мне нехорошо. Да? Ну, все, не потащим. Я в домике посижу. Тогда мы пошли. Все из-за тебя, усу и гад. Не хватай ты меня за спину. Я бы пошла с ними. Ну, так я и остался с тобой за компанию. Чего я, по-твоему, тебя простить теперь должна? Тебе так пойти хотелось. Еще как хотелось. Я сто лет отдыхать не ездила, и поэтому сидеть в домике особого желания нет. В источниках я тоже редко бываю. Да и веселее мне с девчатами. Боишься привидений? Ну, в том дело. Билеты, которые начальница нам с таким трудом достала. Начальница! Да как же вы могли забыть-то? Если у них нет билетов, на источники не пустят. Если бегом, может, успею их догнать. Усуи, сторожи в доме. Сама их понесешь. Не надо так себя мучить. Ты что, билеты-то бесплатные? Обычно, в горячей источники поездки денег стоят, а эти не стоят ничего. Не позволю. А если привидений увидишь? Я их... не боюсь. Не верю. Такие несуразицы. Если не мешкать, а догнать вполне реально. Нельзя позволить им остаться без тяжким трудом заработанных денег из-за такой мелочи. Это ведь будет полный бред. Места здешние. Известны за счет паранормальных явлений. Привидения тут, видите, ливодятся. И же пойди, никто и не видел. Не верю и все тут. Не бывает. Куда это я забрела? Петербург. Большой петербург. Трик. 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 Вот же, это ты усуешь. Прости, напугал тебя. Я как дома все закрыл, так сразу за тобой. Вставать будешь? Вот уж правда. Сдаюсь. Что? Совсем сдала, Юзева. Успокоилась? Издеваешься? Нет. Падди решил, что еще одну мою слабость разузнал. Отпусти меня уже. Не отпущу. Я так и буду держать, пока не успокоишься, Юзева. Ты хоть подумай, что говоришь. Вы что делаете? Постынялись бы. Посредь дороги уже обжимаются. Не обжимаемся. Еще поспорь давай. Да и вообще, что такого? Вы же встречаетесь. Не встречаемся. Тогда чего вы под покровом ночью друг с другом вытворяете? Мы просто... Надоело. Нравится он тебе? Так и скажи. Неправда это. И вот первый день отпуска сотрудниц Нейт-кафе подошел к первой же ночи. Хорошие у них источники давить, но это как-никак не простые источники. Это мои запасные билеты. Ну, дошли, пойдемте купаться. Не хочу на мужскую половину. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Чем займемся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok